Приветствую всех! Рада вас снова видеть на своем канале. Сегодня хочу сделать расклад, аналогичный, которому я делала, по-моему, на прошлой неделе. Где-нибудь вот здесь я выложу подсказку на тот расклад. Можете посмотреть, кто не смотрел. Кто смотрел, помните. Там речь шла о том, на какую вашу внутреннюю цену к вам приходят деньги. Сегодня мы посмотрим, что же такого вы делаете, что мир хочет вас отблагодарить именно финансами. Итак, приступаем сразу. Позиция номер один. Голубенький камешек, единички. Что такого вы делаете, что мир хочет вас отблагодарить деньгами? Что такого вы делаете, ну, аркан мага? Вы много чего делаете. В первую очередь человек, который умеет управлять. Управлять либо своей жизнью, либо жизнью других людей. Человек, который умеет вести за собой людей. Либо решает какие-то сложные задачи людей. Здесь, с одной стороны, знаете, присутствует какое-то... Не то чтобы одиночество. Вот мне идет энергия, да? Некого такого уединения человека с какими-то способностями. То есть с очень сильной волей и энергетикой. И вот как будто бы, знаете, какая-то личность такая авторитетная. Которые приходят люди для того, чтобы решить какие-то свои задачи сложные. Там, я не знаю, например, адвокат, да? Которым в какой-то такой серьезный... В каком-то серьезном суде должен принять... Помочь принять какое-то решение. То есть разрулить какую-то серьезную ситуацию. То есть человек, на которого возлагают много ожиданий. Либо обязательств, которые он должен разрулить. Но здесь интересный такой момент, что... Вот ваша специализация, либо ваша уникальность, она связана с какой-то, знаете, неповторимостью. И хочется сказать, что здесь вот человек... Знаете, как хороший высококвалифицированный специалист. То есть здесь не человек, который поставил, я не знаю, свой бизнес на конвейер. А вот как-то, знаете, человек, который... То есть здесь энергия такого человека, который может брать, я не знаю, по несколько тысяч, например, за консультацию. Не потому что ему так вздумалось, да? А потому что он действительно может решить какие-то серьезные задачи других людей, да? Вот решить их какие-то проблемы. К примеру, если здесь идет, я не знаю, психолог, либо некий такой терапевт, то у человека здесь очень будет высокий чек, по крайней мере, должен быть очень высокий чек, не в плане того, что показать свой статус, а в плане как раз-таки фильтра клиентов. То есть чтобы к этому человеку приходили клиенты, с одной стороны, которые могут платить, но и те люди в контексте осознанности, да? Когда человек понимает, что... Я заплачу большую сумму, но и при этом я несу ответственность вместе с этим специалистом за решение своей задачи. То есть это не тот человек, который, знаете, там, я не знаю, по какой-то акции пришел кому-то, да? Ему сказали информацию такую поверхностную, у него два уха зашло, вышло, и все, он больше ничего делать не будет. Нет, здесь как будто бы, знаете, клиент, либо человек, который приходит к этому специалисту и платит ему большие деньги, и при этом четко уверен, что его задача будет решена, и он берет на себя ответственность за часть решения, то есть за те рекомендации, которые ему даются, и он будет с ними работать. То есть здесь такой, знаете, вот прям высокий уровень. Если мы не говорим о профессионализме, а в общем, да, то здесь человек, который каким-то образом может управлять, да, то есть здесь человек либо управляет своим намерением, либо человек, вот хочется сказать, стихийник, как-то вот работает со стихиями. Как-то, не знаю, стихия мне здесь идет такое, что, сейчас секундочку попробую сформулировать, вот человек, который все, что он хочет получить, он может получить по одному своему собственному желанию. Достаточно только верно выстроить, вот именно конкретно, лаконично свое намерение. То есть здесь человек по энергии собранный, сфокусированный, и, знаете, вот как целенаправленно идет к тому, что он хочет. То есть здесь не то, чтобы вы что-то делаете для других людей, а здесь, возможно, деньги к вам приходят, когда вы умеете декларировать свои собственные желания. Декларация в контексте уверенности, да, без выражения, сказанное конкретно, четко, лаконично, без сомнения. То, что не подлежит каким-то сомнениям. Вот здесь человек как раз-таки, который умеет декларировать в мир то, что он хочет, он это может получать. Если мы говорим в контексте действия, то здесь, скорее всего, больше интеллектуальная какая-то работа. То есть здесь может быть то, когда вы, помимо оказанной помощи другим, вы как будто бы можете еще и показывать на какие-то ошибки. Ошибки, ошибки. Знаете, вот как будто бы человек невнимательный в чем-то. Возможно, например, при составлении какого-то документа присутствует вот какие-то описки, может быть присутствует вот какой-то мелкий шрифт, какие-то пункты, которые не учтены, не продуманы. То есть вот здесь, знаете, как человек, который на это обращает внимание, и это может помогать, то есть как этот, как некий такой фильтр. Приходит к этому человеку, да и документы, он прочитывает, указывает, где есть какие-то ошибки, корректирует и все выдает. То есть это могут быть еще и редакторы, например, да, там в книгах. Либо человек, который вот обращает внимание на какие-то конкретные... Здесь не то, что он на детали обращает внимание, а он видит ошибки. То есть человек, который вот действительно хорош в своем деле. Хорошо. Что еще такого вы даете миру, что он возвращает вам деньгами? Ну вот еще один великий аркан выпал. Аркан мира. Здесь вы можете нести какую-то информацию в мир. Вот я говорю, интеллектуальные моменты здесь проскальзывают. Может быть, читать. Вот почему-то мне идет такое, да, когда вы, не знаю, может быть, начитываете что-то кому-то. Либо читаете какие-то книги для кого-то. То есть вот здесь чтение для кого-то. Может быть, по аркану мира, да, человек-миротворец, который умеет примерять людей между собой, соединять. Может быть, если это в контексте шаблонов, да, как-то открывать какие-то двери в сознании другого человека. Но здесь не про расширение, а здесь вот именно оттачивание каких-то шаблонов. То есть вот коррекция этих шаблонов. Коррекция какой-то модели поведения. Ну вот мне идет еще, здесь идут интеллектуалы, которые связаны с печатью каким-то образом. То есть это либо напечатанные книги какие-то, либо электронные книги, либо это фрилансеры, либо это то, что корректируют журналисты. Если это журналисты, то здесь идет написание каких-то статей, где затрагивается тема экологии, тема природы, либо тема, связанная как-то за границей, переводчики, либо люди, которые вот как-то увлекаются прошлой, прошлым, но здесь не про историю, а здесь вот про какие-то древние знания. Религии здесь тоже могут проходить, то есть человек, который исследует религии. Почему-то мне идет здесь больше язычество, язычество, либо все, что связано именно с скандинавами, все, что связано с древней Русью. Вот языческое, вот что-то северное здесь идет. Здесь не идет Азия, Африка. Нет, здесь вот что-то такое холодное северное идет. Здесь однозначно помощь человека, которого нужно вот куда-то привезти. Вот вы его берете за ручку, и вы его куда-то ведете. Помогайте ему сделать первый шаг. Возможно, здесь есть ли психологи, терапевты, работа с подростками, сложными подростками, либо работа с людьми, у которых есть какой-то вот переходный этап. Переходный этап, переходный возраст. Вот сложные, действительно сложные какие-то подростки, где идет вот связанное что-то с самооценкой. С танцами мне здесь что-то идет. То есть здесь могут быть учительства. Кстати, учителя, да, здесь тоже проходят. Учителя танцев, учителя йоги. Так, ну и давайте я посмотрю на метафорических картах, за что еще вам мир может возвращать. Деньгами. За то, что вот вы как будто бы помогаете людям определиться с выбором, да, совершить какой-то выбор. Вот я говорила про подростков, про людей, которые... Помощь идет людям, которые отчаялись в чем-то, да, то есть люди, которые потеряли веру, люди, которые хотят понять себя, разобраться в себе. Вот когда вы помогаете таким людям, это не обязательно в контексте профессии. Еще раз скажу, да, то есть я до этого назвала профессии, но это не обязательно. То есть это вот какие-то качества просто, которые у вас есть. Когда вы их используете, да, вам вселенная возвращает финансами. То есть здесь вы действительно как миротворец, человек, который может... Вы используете слово, да, то есть вы как-то можете говорить, поддержать что ли, утвердительно сказать что-то другому человеку, может быть даже как-то внушить, но внушить с хорошей точки зрения, то, что этому человеку поможет. Да, здесь вот как будто бы усмирить, усмирить свою какую-то силу, да, свою агрессию, возможно, да. Помогаете в переменах, в переменах, в трансформациях, разобраться человеку с его ценностями, может быть, помогаете каким-то образом. В финансовом аспекте, знаете, как, в чем так интересно, когда вы, допустим, храните деньги для кого-то, вот вам, не знаю, как в банк, может быть, вы работаете в банке, но здесь такое ощущение, как будто бы вам дают деньги, да, и говорят, вот подержи, пожалуйста, эти деньги, там, я не знаю, до такого-то числа, потому что если я буду их держать, я их потрачу. Что-то такое у меня здесь идет, то есть вам доверяют, ну, сумму денег, да, либо доверяют что-то такое ценное, очень важное, значимое, может быть, вы храните какие-то для кого-то какие-то документы, ценные, ценные бумаги, такое тоже может быть, может быть, это с профессией, то есть вы, знаете, как охранник, охранник блага какого-то, либо своего, либо чужого, за ваше благородство, да, вот за ваше благородство, за вашу преданность, верность, чистоту, вот за это все, да, вам мир возвращает деньгами. Я хочу посмотреть, а какими деньгами, ну, если здесь пока что император, восьмерка пендапель, через работу, вот вам дают либо через работу, либо через мужчину, да, какого-то такого официального, либо это через какие-то госструктуры могут к вам приходить тоже деньги. Так, это была первая позиция. Позиция номер два, красненький камешек, двоечки. Что такого вы даете миру, что он возвращает вам деньгами? Мастерство, свою работу, терпение. За ваш легкий нрав, за ваш характер, за дружбу, за то, что вы умеете дружить, да, за какие-то новые начинания. Я, по-моему, двоечкам уже в прошлый раз тоже, когда была аналогичная тема, я говорила о том, что за преодоление, да, когда вы делаете выбор, когда вам сложно, вам за это, ну, приходит от мира деньги, да, вот аркан влюбленных выбор. За выбор, за новые начинания, за ваши какие-то очень интересные идеи, за то, когда вы начинаете действовать, двигаться, куда-то двигаться, да, либо реализовывать свои какие-то амбиции, желания. Ну, в принципе, здесь идет за какой-то легкой, за легкий характер, за желание как-то вот помочь, поддержать, но не какими-то действиями, да, то есть, не знаю, здесь такое ощущение, может быть, кого-нибудь чаем напоить, да, вот как-то, как говорится, на кухне, да, кухонный такой психолог, просто даже не то, что вот вы когда советы даете, а здесь вот именно за дружбу, за какой-то вот, когда помогаете, здесь веселье идет, здесь нету серьезных каких-то бесед, наоборот, не знаю, может быть, когда человек как-то расстроен и плачет, вы, ну, что-то такое делаете, либо говорите, когда человек сквозь слезы, да, начинает улыбаться, то есть он плакал-плакал, а потом вот какая-то шутка была, либо что-то такое, и начинает улыбаться, он начинает улыбаться, а так, в принципе, деньги к вам приходят еще и через вашу работу, которую вы любите, которую вы любите, причем здесь, знаете, на этой работе есть конкуренция, но она вас не пугает, она наоборот вас как-то вот подстегивает, да, то есть она, не знаю, она приносит вам какой-то соревновательный такой момент, и в момент, да, но вам от этого хорошо, то есть вас не пугает, скорее всего, здесь есть уверенность вот в том, что вы делаете, да, здесь нету сомнений, поэтому любая конкуренция, она не приводит вам, не приносит вам дискомфорт. Вообще еще, деньги могут приходить к вам, что вы делаете, да, когда что-то делаете, возможно, для своей семьи, либо это деньги заслуженные, из прошлых как-то вот воплощений, вот что-то вы делали, да, нарабатывали что-то хорошее, вот в этом воплощении вы получаете возврат, возврат своих денег. Ну, давайте посмотрю, тройка кубков, о чем здесь говорит праздники, ну, когда можете кого-то примирить, да, когда можете как-то примирить, подбодрить, поддержать, ну, что-то такое, да, вот когда я сказала, когда людям не очень-то хорошо, да, когда им сложно, то есть вы не тот человек, который, когда плохо кому-то, вы сможете этого человека добить, да, ну, то есть один черт с тобой, и так все понятно, плохо, нет, вы даже если это будет, например, человек, который сделал вам когда-то больно, в кавычках враг, я люблю говорить учитель, то вы готовы все равно прийти на помощь, на выручку. А вот какие идеи? Здесь идеи связаны с тем, как выйти из какого-то вот душевного кризиса, да, то есть вот какая-то неуверенность, когда вот какие-то болезни именно на уровне души, да, когда вот душа болит, здесь об этом речь идет, да, вот вы как-то можете помочь другим людям, да, то есть показать, что, не знаю, но здесь, скорее всего, больше идет как поддержка, поддержка, знаете, когда кто-то что-то утратил, вот какая-то утрата, либо человека, не знаю, может быть потерял близкого какого-то родного человека, да, ну, то есть может быть физическая смерть, вот вы как-то вот можете так поддержать этого человека, причем еще раз скажу, здесь не обязательно как-то, знаете, сказать слова верные подобрать, нет, вот здесь мне почему-то идет то, что вот как-то, можете домой пригласить человека, да, хочется сказать, обогреть, дать ему вот как-то еду, сон, чтобы вот он поспал, как-то вот заботу проявить, какую-то человечность, либо просто элементарно попить с ним чай, не знаю, почему чай не кофе, но вот мне чай показывают, так, ну, давайте посмотрим теперь еще именно метафорических картах, что такого вы даете миру, да, что он возвращает вам деньгами, что такого вы даете миру, что он, а вы знаете, вы как будто бы являетесь, здесь такая картинка очень интересная, когда есть очень высокий забор, и надо через него перелезть, бывают такие упражнения у пожарников, если я не ошибаюсь, да, когда деревянное, вот такое, какое-то деревянное препятствие, очень высокое, да, и надо через него перепрыгнуть, и вот если я правильно помню, то в картинке, которая мне показывает, речь идет о том, что, да, как-то вот один мужчина подбегает к этому, второй залазит на него, на его плечи, да, и вот как-то вот перепрыгивает, то есть вот вы являетесь как раз-таки вот этой вот опоры, вот этим человеком, да, на плечи которого взбираются для того, чтобы перепрыгнуть через вот это вот какое-то деревянное препятствие, то есть вы как будто бы какой-то вот подспорья, какая-то основа, вот когда, не знаю, это может быть еще, знаете, когда вот особенно если вы старшего возраста, сразу старшего поколения, вот вы как будто бы, хочется сказать, молодым даете дорогу, не то что уходите в сторону, а вот как-то помогаете, да, здесь идет такое просто речевое слово, да, подсобил, вот как-то подсобили более молодому поколению, как-то, да, вот человеку помоложе, как-то помогли, не то чтобы здесь вот прям вот особенное что-то такое сделали, нет, а вот как-то подспорье, мне почему-то идет подспорье, помощь, подмога, подмастерье, вот какие-то такие слова идут, хорошо, еще на какие, знаете, здесь как будто бы целительство какое-то, когда вы кого-то лечите, да, вот то, что я уже сказала, только не обязательно здесь только физически, как этот, душу, да, энергетически, здесь еще как будто бы физически, здесь кто-то может, знаете, как ведущая какая-то, но здесь природные моменты, да, человек, который работает со стихиями, человек, который работает с землей, вот какая-то такая деревенская магия, какие-то ритуалы такие, выздоровление, оно, я не знаю, какие-то прыщи, бородавки, вот чтобы убрать, да, как, есть ритуалы, да, когда на вареное яйцо, да, прокатываешь тело, и вот идет оздоровление, оздоровление, здесь, как какой-то такой, очень простенькие, простенькие какие-то ритуалы, да, они примитивные, но они работают, в данном случае, в вашем, потому что вы их наполняете своей собственной энергией, то есть это не то, что вот ритуалы прям такие сильные, мощные, а это вот скорее всего совокупность, да, ритуала и ваша энергия, то есть вы еще можете как-то вот что-то нашептывать, вот нашептывание, да, здесь такое тоже идет, особенно когда, если у вас там есть внуки, либо какие-то дети маленькие, вот на ушко, да, особенно когда есть какая-то температура, то есть мне показывают здесь ребенка, мальчика, который болеет, и вот бабушка, которая нашептывает, нашептывает что-то на ушко ребенка, у него падает температура, то есть вот здесь какие-то такие моменты. за ваше уважение, за ваше уважение, почтение старшему поколению, предкам. Здесь идет больше за поддержку, да, особенно когда у человека есть какие-то страхи, то есть вот вы как-то помогаете людям, да, либо достигать какие-то свои желания, либо работа здесь со страхами, но опять же, чисто как-то здесь не, не профессиональная помощь, а вот какая-то человеческая, что ли. Вы знаете, когда у ребенка, ну, когда наступает ночь, да, дети, если боятся ночи, вот мама приходит, да, либо свет включит в комнате, там торшер, что такое, чтобы ребенок не боялся, либо как-то обнимет, скажет, вот не бойся. Здесь еще такой момент, знаете, показали, я помню когда-то в детстве, когда я очень сильно напугалась, вот кто-то показал моей маме, вот просто здесь тоже такой момент есть, может быть, кто-то делает, от испуга, мать моет лицо холодной водой ребенку, и обратной стороной подола, то есть подол берет, и из внутренней, да, внутренней ее стороны, и вытирает лицо, вот что-то такое, то есть какими-то такими способами, да, снимаешь страхи. Ну, здесь мне хочется сказать, что вот на вашу доброту, на вашу доброту, почтение, уважение старшим, уважение предкам, и поддержка, поддержка. Так, позиция номер три, зелененький камешек, что такого вы даете миру, что он возвращает вам деньгами? Троечки, что такого вы даете миру? Десятка жезлов, аркан солнца, вы как будто бы, знаете, забираете проблемы, трудности, сложности, обязательства других людей на себя, чтобы другим было как-то легче, проще. Как, не знаю, как документы какие-то, вот почему-то мне идет какие-то документы, когда кому-то надо вот куда-то сходить, что-то сделать, отдать какие-то документы, вот вы как будто бы говорите этому человеку, что да, давай я за тебя схожу, да, я сделаю, то есть мне как будто бы проще, что ли. вы забираете часть ответственности, которую несет другой человек на себя, вот это вот вы делаете, и тем самым другому человеку становится легче. Я не вижу, чтобы от этого вам было как-то вот тяжело, но здесь такое ощущение, что вот вы справляетесь с этим. То ли у вас есть навыки такие, то ли у вас есть какой-то прошлый опыт, то есть вам вот эти вот обязательства, которые вы берете от других людей на себя, переносите, они вам не идут в тяжесть, они вам не идут. У вас как будто бы есть, я не знаю, как умунитет, да, на эту трудность, на эту сложность. Может быть, вот что-то вы перенимаете на себя, может быть, болезнь какую-то, что ли берете на себя, что-то вот вы на себя берете, как некий такой фильтр, который, знаете, берет вот что-то такое негативное, грязное, проводит через себя, через этот фильтр, а потом выдает что-то такое чистое, выдает солнышко, выдает что-то новое. Может быть, объем информации какой-то вот вы перерабатываете, а потом вы даете новое. Ну, то есть, допустим, я не знаю, в школе, там, либо в институте, да, на какой-то лекции было очень много информации, вот вам приносит человек законспектированную эту информацию, а вы ее должны, как-то, знаете, прочитать, освоить и выписать какую-то суть, то есть, либо какие-то конспекты, которые написаны от руки, а вы их, возможно, переводите в текстовый, в текстовый какой-то вот формат, да, на клавиатуре печатаете, либо аудио какой-то формат, а вы его переводите в текстовый, и потом подводите какой-то итог, либо вот как-то перелопачиваете какие-то вот амбиции, желания других людей, и вы даете что-то новое, да, что-то новое, что мотивирует человека, помогает ему дальше двигаться, вот что это такое, что вы перелопачиваете, аркан императора. Вот я говорю, либо какую-то ответственность чужую вы берете на себя, но это не в негативном ключе, это вот в позитивном. Почему-то мне такой некрасивый пример показали, то есть вот разные части курицы, они попадают в какую-то мясную, в мясорубку, а потом выходит вот чистый фарш. Чистый фарш я имею в виду, то есть из разных частей, здесь суть заключается этого примера, он некрасивый, но разные какие-то моменты, да, там крылья, грудь, ноги, и так далее, да, разные части курицы, горло. И вот оно как будто бы все попадает вот в эту мясорубку, а потом получается что-то такое, да, однообразная, единая масса. Вот вы являетесь как раз-таки вот этой мясорубкой, в вас очень много всего разного помещают для того, чтобы вы как-то выдали что-то новое. Вы можете примерять, объединять две противоположные, например, точки зрения. Можете показывать людям, как важно сфокусироваться, сконцентрироваться на чем-то одном, и как с помощью веры вы можете, ну, то есть вы говорите людям, да, как можете добиться того, чего вы хотите. То есть вы как будто бы умеете делать микс, соединять вещи противоположные, несоединяемые между собой, но при этом вот как-то вот в одном, в одной категории что ли. То есть, допустим, это две разные мысли. Если это, например, там, я не знаю, касается одежды, да, то вот комбинировать как-то две разные вещи, чтобы получился один единый какой-то стиль. То есть вот здесь комбинация двух противоположных вещей, сомнительных между собой, но вот вы соединяете и получаете что-то новое. И наполняете это новое вот какой-то верой. то есть как-то можете объединять противоположное. Либо соединять какие-то части, какие-то пазлы, какие-то части, которые вот придают человеку в дальнейшем силу, силу, энергию. Да, умеете, вот опять же, да, две противоположные. С одной стороны девятка жезлов, с другой стороны тройка жезлов. То есть мы берем что-то из прошлого, анализируем, делаем какие-то выводы, и эти выводы, они помогают в дальнейшем двигаться, принять решение, и двигаться вперед. Не просто, а именно принять решение. И вот эти вот все решения, они связаны каким-то образом со сферой действий, со сферой амбиции, желаний, коммуникации, общения. То есть вот здесь что-то такое. Ну-ка я посмотрю на метафорических картах, что такого вы даете миру, да, что он возвращает вам деньгами. Вот здесь у меня выпал иерафант, и в метафорических картах вышел, вот я не знаю, насколько вам видно, да, дедушка, который читает сказки детям, да. То есть вот прям такая ассоциация иерафанта учителя. Учителя мудрого, учителя опытного, который вот может так погружать очень глубоко, рассказывает. То есть человек, который дает ключи, человек, который ключи к развязке, да, к развязке какой-то ситуации. Здесь с одной стороны, знаете, как будто бы вы можете примирить трех абсолютно разных людей, вот здесь вот у меня тройка все время проходит. Не два, и не четыре, а именно три. То есть здесь три мальчика изображены, здесь три девушки изображены. человек, который получает удовольствие, но вот вы как будто бы понимаете, вы когда находитесь вот в каком-то эпицентре, когда все внимание идет непосредственно на вас. да, когда вы протягиваете руку помощи, и помогаете человеку пройти какой-то вот сложный, сложный этап жизни. Такая интересная карта никогда не выпадала, вот конкретная. здесь человек переходит такой брод, болото, не знаю что, и в паутинах есть разные такие фигуры женские, да, где-то как-то запутаюсь. Вот человек целенаправленно идет туда, куда он поставил свою цель, не обращает внимания на какие-то отвлекающие факторы. То есть вы вот за то, что как-то продолжаете двигаться, преодолевать какие-то трудности, сложности для себя, и с другой стороны вы получаете, деньги вам возвращаются тогда, когда вы возможно на этом пути помогаете еще и другим людям. Причем это, знаете, это каким-то образом, у меня такое ощущение, что это связано с личными отношениями. То есть если вы помогаете это делать, то это сфера ну либо любовная, либо семейная какая-то, но здесь если семья, то это молодая, там где присутствует вот молодой мужчина и женщина. Не знаю, может быть как-то какая-нибудь профессия, которая соединяет людей, да, вот они живут в разных государствах, а вы их каким-то образом объединяете. Либо там, я не знаю, какой-нибудь сайт знакомств, который помогает людям соединиться. Но возможно даже что-то, что-то, нет, здесь не из прошлого, вот в данный момент, да, когда человек, вы как будто бы, знаете, даете человеку какую-то карту, по которой, карту местности, да, и где указаны некие такие ориентиры, куда ему нужно идти, куда ему нужно двигаться, вы не то, чтобы вы подсказываете, да, а вы скорее всего даете какие-то вот инструменты для того, чтобы помочь человеку. То есть здесь не совет, а вот какой-то вспомогательный инструмент, может быть какая-нибудь техника, может быть какой-то предмет, который помогает человеку идти к своей цели. Здесь может быть какие-нибудь упражнения, да, в контексте того, как изменяется состояние человека, его сознание, либо как уметь правильно слушать свой внутренний голос. Вот вы действительно какой-то несете вот непосильную ношу. Здесь изображен, знаете, атлант, который держит небо на своих плечах. Ну вот вам это краски, знаете, под силу, то есть вы, не знаю, либо высоко метите, либо масштабно как-то берете. Ну здесь как-то связано с семьей. Точно. Благодарю. Семьями. Не старшего поколения, да, то есть там где-то вот вы родились, а именно семьи, семьи. Как-то им помогаете. Кому-то может быть помогаете разжечь заново любовь, страсть в взаимоотношениях. Либо кто-то здесь работает с семьями. Вот. Вот такая была третья позиция. Сегодня немножечко другой расклад. Я благодарю вас всех за комментарии, за то, что вы подписались на мой телеграм-канал. надеюсь, он вам нравится. Жду вас уже в пятницу, да, не забывайте в разделе сообщества, ссылка есть в описании под любым роликом. По пятницам я выкладываю анонсы на Близз-консультации. Кому интересно, приходите. А я с вами прощаюсь до следующих раскладов. Всем пока-пока. Близз-консультации.